Добрый день дорогие наши телезрители и ютуберы. Сегодня мы хотим провести небольшой обзор на автомобильные масла. Мы купили автомобиль и нам нужно заменить масло, потому что в сервисной книжке не указано, когда и какое конкретно масло было залито. У нас бензиновый двигатель фольксвагена 1.4 TSI и вопрос стал, какое же масло заливать. По нашим запасам мы собрали несколько видов масла, что у нас является в наличии есть и хотим снять распаковку масла компании ELF и канистра у нас есть MANO. Все масла относятся к категории масел, которые можно использовать в так называемом long life цикле, то есть для машин, которым по регламенту разрешено ездить с межсервисным интервалом 15 тысяч километров и вопрос только стоит какое масло нам использовать. Значит вот у нас на переднем плане стоит ELF EVOLUTION FULL TECH MSX. По сведениям из интернета мы прочитали на сайте производителя, что его можно использовать как дизельных, так и бензиновых двигателях, но учитывая, что на каждой канистре, на каждой упаковке масла указаны определенные сертификаты, то есть масло производитель заявляет, что использоваться может быть в любом двигателе внутреннего сгорания, но конкретно сертификацию у автопроизводителя, это каждое конкретное масло прошло по каким-то определенным стандартам, то есть если у вас есть автомобиль в каждом руководстве по использованию его, в разделе двигатель в подраздел моторные масла указан сертификат, которому должен соответствовать, которому соответствует определенным параметрам и конкретно для нашей машины у нас в книжке написано, что вот для двигателя бензинового, у нас он соответствует буквенному обозначению САХА, это один из самых известных моторов в группе Volkswagen, он, моторные масла должны соответствовать индексу 504, так вот 504 и 502, конкретно вот это масло MSX, на нем, вот мы возьмем большую канистру, на большей канистре написано, что оно соответствует по спецификацию Volkswagen, вот тут вот индексу 505.01, если мы посмотрим нашу книгу, то 505.01 наилучшим образом подходит к дизельным двигателям с индексом CA и RC и CLTA, так, но если, конечно, вы не имеете возможности найти другое масло, то его также можно использовать кратковременно, допустим, если вам просто надо долить, чтобы не было повреждения двигателя, то вы можете использовать его как на долив. Так, вот у нас есть такая вот новая прекрасная канистра масла MANOL, мы заметили, что оно также соответствует стандарту, подходящему под наш двигатель, и его производят в Германии. Вот он имеет такую упаковку, но, как известно по покупательскому рейтингу, всем хочется покупать какие-то новые, да, новые товары, но новинка на рынке всегда пользуется спросом, поэтому производители могут продавать одно и то же масло, только со временем, каждые там два-три года меняют упаковку, чтобы заинтересовать покупателя, купить именно их товар, то есть, когда вы приходите в магазин, вам говорят, ой, вы имеете уже старое представление о нашей продукции, у нас есть новинка, в середине, возможно, то же самое, вот, только дизайн упаковки меняется. По параметрам на этикетке указано, что это масло, значит, это относится к синтетическим маслам, и оно также соответствует вот по сертификации Volkswagen и по этому Mercedes, а также другие производители, вот Porsche, например, C30, Volkswagen 504, также Volkswagen 507, то есть, видите, оно как бы является универсальным, да, и следующее масло, у нас вот канистра с ELF Evolution, LLX, вот, и если вы хорошо изучите один известный ресурс в русскоязычном интернете, то большинство автовладельцев используют для дизельных масел, если мы говорим конкретно о фирме ELF, то они используют для дизельных двигателей масла с индексом MSX, и для бензиновых двигателей LLX, вот, тут LLX, а здесь идет MSX, и в этом как бы разница. По QR-коду вы можете на сайте производителя проверить оригинальность вашего масла, так, и, значит, что по параметрам, все эти масла, как ELF, так и MANO, относятся к маслам, которые можно использовать в машинах с системой stop and go, то есть, которые при остановке глушат двигатель, и они все имеют пониженную изольность, то есть, чтобы в вашем двигателе меньше было нагара, на клапанах, и таким образом продлить срок службы вашего двигателя. Ну, на этом мы закончим наш обзор, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, всем всего хорошего, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok